Всем привет! Сегодня я вам расскажу о споре по причине подделка. Как я уже ранее говорила в своих видео, самая страшная причина спора для любого продавца – это подделка. Так как ни один сайт, будь то eBay или AliExpress, совсем не хочет, чтобы на их страницах продавались поддельные товары. То есть, если еще хотя бы товар не соответствует описанию или образцу на фотографии, это как-то более-менее сглаживается. Но если покупатель открывает спор по причине подделка, все, продавца просто берут за хребет, сразу, как говорится, у нас на карандаш. Могут вообще проверить полностью весь ассортимент товаров этого магазина. Этот магазин может быть после этого спора сразу заблокирован. То есть, будут проверяться товары, будут проверяться споры этого продавца. Если у него, допустим, обнаружится большое количество споров о том, что товар не соответствует описанию, либо образцу на фотографии, это в эту же копилку ко всем подделкам продавцу не поздоровится. И я сейчас вам продемонстрирую, почему именно Алиэкспресс сразу берет это на внимание. То есть, если вы открываете спор по причине, что товар не соответствует описанию или образцу на фотографии, то вам обычно дается еще целая неделя на то, чтобы обсудить этот вопрос с продавцом и решить эту проблему. Я сегодня открыла спор вот по этим часикам. Часики эти я уже снимала в обзоре. И я, наверное, через два-через три к ним присмотрелась и обратила внимание, что часики очень сильно отличаются от часиков на фото в магазине продавца. То есть, тут должны быть камешки и надпись другая. В общем, тут все и циферблат, и сама оправа часов. Она тут более матовая, мне она приехала более глянцевая. То есть, очень сильно, очень сильно отличаются часики. Ну, как я уже говорила, это самая любимая игра китайцев. Найди несколько отличий. Спустя несколько дней после обзора я нашла эти несколько отличий. Еще обнаружилось, что крышка задняя неплотно прилегает у этих часов. Естественно, мне это очень сильно не понравилось. И я решила открыть спор. И я решила открыть спор именно по причине того, что товар поддельный. И как вы можете видеть, то есть, 8 ноября я открыла спор по причине подделка. И в этот же день, сразу 8 ноября, был привлечен Алиэкспресс к данному спору. То есть, никаких разговоров, никаких переписок с продавцом. Сразу же привлечен Алиэкспресс к данному спору. Все, продавцу деваться некуда. Это уже на карандаше у Алиэкспресс. Они будут это очень сильно контролировать. Естественно, продавцу я добавила фотографию, где куча-куча отличий от того, что в магазине и того, что мне прислали. Я думаю, что продавец не дурак. И он сразу сам закроет этот спор, чтобы на себя, как говорится, лишних проблем не навлекать. Но если он начнет упираться, ему же будет еще и хуже. Потому что тут просто неопровержимые доказательства того, что то, что в магазине и то, что прислали, это совершенно-совершенно разные вещи. Спор я только-только открыла. Вы через несколько секунд узнаете продолжение этого спора. Прошел один день после открытия спора. Я добавила к спору скрин о том, что я просила продавца проверить перед отправкой данный товар, чтобы не было дефектов. И я добавила еще одну фотографию, где еще раз я показала различия товара от фотографий в магазине. И буквально после того, как я только добавила эту фотографию, наверное, прошло пару часов, и мне пришло сообщение о том, что служба Алиэкспресс добавила решение о данном споре полностью возврат денег. Соответственно, я нажму здесь принять данное решение и получу деньги за этот товар. Так что, как вы видите, спор по причине подделка это достаточно серьезная, весомая причина. И если вам присылают товары, которые очень сильно отличаются от того, что на фотографию продавца, и то, что вам прислали, смело открывайте спор по причине подделка. На этом сегодня все. Удачных вам покупок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok